Еще один Далговпилский адрес, где побывала наша съемочная группа, – музыкальная школа. В эти дни в школе проводится отбор новых учащихся из числа музыкально одаренных детей. А дети, как известно, все талантливы. Совсем недавно духовой оркестр музыкальной школы Далговпилса вернулся из Венспилса, где проходил фестиваль юношеских духовых оркестров. И вернулся с почетной наградой за третье место, уступив только Таллинскому и Рижскому молодежным оркестрам. Далговпилская музыкальная школа в очередной раз подтвердила свою репутацию как учебное заведение с высоким уровнем преподавания. Сама система обучения в музыкальной школе способствует гармоничному и разностороннему развитию талантов детей. Здесь существует три степени обучения. Первая ступень у нас самая доступная для всех далговпилчан – это музыкальная школа 1 и 8 класс. Вторая ступень образования – это 6-9 класс, где дети нашего города и региона Далговпилского могут получить музыкальное образование и получить аттестат за окончание 9 классов. И третья ступень у нас – музыкальное училище, где учащиеся получают образование, среднее специальное образование, уже диплом, что закончил среднюю школу, но и получил профессию. И он уже, этот трубач, к примеру, может идти играть в профессиональном коллективе. У нас в Далгопилсе есть профессиональный духовой оркестр Далгова. Он может уже идти там работать, и он может ехать или остаться тут в Далгопилсе, работать в каком-то клубе или в школе и руководить ансамблем или маленьким оркестром. В эти дни в музыкальной школе проводятся консультации для детей, желающих поступить сюда на обучение. И сегодня у нас уже вступительные экзамены в музыкальную школу. Мы готовы сегодня принять заявление от родителей и сегодня прослушать ребенка. Ребеночек должен спеть любимую песенку, прохлопать какой-то ритм и повторить ноты, которые сыграет педагог на фортепиано. Ничего сложного. Независимо от того, станет ли музыка профессией для выпускника школы, здесь он научится слушать и понимать музыку, ценить ее и наслаждаться ею. А ведь это очень важно для его разностороннего формирования как личности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова